Если вы хотите узнать, как голосовый чат убил Адванс Ролеплей, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Не, ребят, ну давайте вот мы все с вами будем честны. Но это даже звучит как-то достаточно смешно. Типа, ну, голосовый чат убил Адванс Ролеплей. Вроде как, знаете ли, Адванс Ролеплей представили голосовый чат где-то там то ли раньше Аризоны, то ли на уровне с Аризоны. Я опять же могу в этом ошибаться. Если вы знаете это лучше меня, то, пожалуйста, напишите в комментарии. Потому что, что бы я ни сказал в ролике про Адванс Ролеплей, все равно находятся люди, которые знают это лучше меня. Я не говорю, что я как-то, знаете ли, просвещен в мат-части Адванс Ролеплей. Я не играл там с 2016, возможно, с 2017 года. Нет, скорее всего, с 2016 года, где-то, наверное, с конца его я там уже не играл. Моей ноги там уже, наверное, больше и не было. И вообще мне это абсолютно точно было неинтересно. Все, что там происходит с этим самым Адванс Ролеплей. Однако в последнее время Адванс Ролеплей, вроде бы, знаете ли, вот эта вот вся графоманская натура этого самого Адванс Ролеплей. Вроде как оно стало исправлять все положение, всю ситуацию дел в стране. И вроде бы как, вроде как, ну, уже что-то вот появился какой-то положительный тренд на все это. То есть графоман Андрея Рингона выпускал столько обновлений, что Адванс стал вот прям, знаете ли, не узнать. Хотя не то, что не узнать, а просто там появились какие-то, знаете ли, такие то ли новые системы. Там вроде, насколько я понимаю, появилась система квестов, которая уже была на тот момент абсолютно везде. Но, тем не менее, Андрея Ринга все это разработала, и, как вы понимаете, то есть, ну, она вот появилась. Да, то есть, ну, это было неизбежно, как лично мне кажется. То есть появление, там, вот этих вот всех систем. Но давайте уже не об этом. Потому что вот где-то наравне с Аризоной, опять же, я говорю, после Даймонда на Адванс Ролеплей появился голосовой чат. То есть он существовал разными, знаете ли, окольными путями. Потому что, насколько я понимаю, лаунчера у Адванс Ролеплей нету до сих пор. То есть лаунчер уже, вроде как, разрабатывает многие проекты, многие сервера. Тем не менее, Адванс Ролеплей как-то со всем этим не спешит. И, насколько я понимаю, голосовой чат был установлен туда путем какого-то скрипта. И вот дело в том, что когда на Адванс Ролеплей более-менее поднялся вот этот вот самый онлайн, который не поднимался с каких-то каменных времен, после закрытия большого количества серверов, там, открытия нового сервера и включения, там, X585 опыта, вроде как онлайн там все-таки поднялся. И можно было уже что-то там, знаете ли, разглядеть хоть какую-то нормальную циферку. Во всем этом можно было увидеть. Поэтому, ну, само собой получается, что Адванс Ролеплей вроде как начал потихоньку выкарабкиваться из всего этого. Хотя и это можно сказать исключительно с натяжкой, потому что, ну, скажем прямо, обновления оставляют желать лучшего. То есть те обновления, которые уже есть на других серверах, казалось бы, ну, зачем их вообще нужно выпускать? Мне вот лично вот это, знаете ли, непонятно. Однако произошло совсем недавно следующее. Дело в том, что, как оказалось, Адванс Ролеплей просто не приспособлен к большому количеству игроков. И при, когда там, знаете ли, начался большой онлайн, то есть люди начали активно заходить и как-то более-менее играть, развиваться. Возможно, кто-то верты продал, возможно, кто-то делал еще что-то. Начались баги и падения при вот как раз-таки этом самом высоком онлайне. Разработчики провели кучу тестов, связанных со всем этим, и выяснили, что бархлит серверная часть голосового чата. Поэтому на сегодня, а это на вчера, а ролик этот выйдет я не знаю когда, они отключили Voice Chat на абсолютно всех серверах, включая самый новый Lime, на котором вроде как тысяча, знаете ли, игроков, и общаться с помощью текстового чата как-то в 2020 году, но это не особо нормально и не особо правильно, как лично мне кажется. Однако, ладно, то есть пофиксить голосовый чат это, конечно, хорошо и нужно, но никто не отменял открытие нового сервера. Да, это я, Андрей Ринга, да? Да, отключили и отключили, мне как бы абсолютно точно без разницы на все это, ну как бы я там все равно не играю, это пусть страдают те игроки, которые как раз-таки туда донатят и которые пытаются там как-то поиграть в 2020 году. Вы понимаете, насколько, то есть, Андрей Ринга вообще, ну, облажался, то есть, нельзя сказать, что Андрей Ринга какой-то тупой человек, хотя отчасти, вот чтобы его, так знаете, не сильно обидеть, что-то похожее на тупость в его действиях все-таки прослеживается. То есть, ему давно говорили, Андрей Ринга, пожалуйста, сделай что-то, но он вот как-то, знаете, что-то пыхтел, что-то старался, вроде как более-менее что-то делал, но по итогу все равно потерял Митина. Многие могут сказать, что Митин только забирал львиную часть бюджета и этого не хватало на других ютуберов. Каких? Какие ютуберы есть на Адванс Роли Плей? Их же, блять, мало. Приходит один, уходит второй, там, я не знаю, приходит третий, уходит пятый. То есть, там постоянно такой круговорот и количество ютуберов на Адванс Роли Плей, оно постоянно стоит на какой-то одной стабильной отметке. То есть, и новых вроде как нету, а если они и приходят, то уходят какие-то старые ютуберы, как, допустим, было вот с недавним, по-моему, там кто, X-Jam Hakagi пришел, да? То есть, вот именно так все там и происходит. Поэтому я даже не знаю, что по поводу всего этого еще можно сказать. Однако, я уже много раз говорил, проблемы и всякие баги на GTA-сам серверах это нормально. На аризоновских серверах, когда мод настолько большой, настолько обширный, что буквально все это не выдерживает, тогда все более-менее нормально. Вроде как происходит. Но во всем остальном нет. В целом, я надеюсь, что голосовый чат вскоре на Адванс Роли Плей пофиксят, или если его не пофиксят, то донатеры и игроки Адванс Роли Плей более-менее задумаются над своим поведением и над тем, что они там вообще делают. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока!